Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Еще один житель Ненецкого округа скончался от коронавирусной инфекции. Это уже 24-й летальный исход с начала пандемии в регионе. Семьи оленеводов Неси готовятся к новоселью. В селе продолжается строительство семи домов каркасного типа для тундровых кочевников. Сочетание моды и национальных традиций. В нашем эфире расскажем о девушке, которая не побоялась кардинально сменить направление деятельности и достичь успехов в новом деле. И начнем выпуск с информации об эпид-обстановке в регионе. Еще один житель Ненецкого округа скончался от коронавирусной инфекции. Это 24-й летальный исход с начала пандемии в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком округе выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19. На лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция в стационаре Ненецкой окружной больницы находится 64 пациента. Еще 221 человек получают лечение на дому. Режим самоизоляции соблюдает 932 человека. Они состоят на учете в управлении Роспотребнадзора. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1734 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 1641 человек. В Ненецком округе возобновятся диспансеризация, профосмотры и работа физиокабинетов. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора Юрия Бездудного. Как сообщила Елена Левина, диспансеризацию планируется возобновить с сентября. До этого времени будет вестись подготовка разграничения потоков пациентов. Юрий Бездудный, в свою очередь, отметил, что необходимо возобновить проведение профосмотров и физиопроцедур. Елена Степановна, прошу вас внести изменения в 12 ПГ с целью, чтобы мы начали медицинские осмотры по диспансеризации и профосмотры. До этого мы с вами уже сделали по вторникам и средам медицинские осмотры справки ГИБДД, справки Росгвардии, ГИМС. Просьба еще дополнить 12 ПГ диспансеризацией профосмотрами. Просто внести изменения. Знаю, что с сегодняшнего дня в окружной поликлинике, в поликлинике окружной больницы тоже начались медицинские осмотры. Прошу также определить время, как будут работать физиокабинеты. Речь идет о плановой медицинской помощи. Люди возвращаются после операции. Им рекомендовано физиолечение, а у нас физиокабинеты не работают. Определитесь, по каким дням будут работать физиокабинеты. Напомним, согласно постановлению губернатора НАО о введении режима повышенной готовности, в округе действует масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты необходимо в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в общественном транспорте, местах общего пользования и скопления людей. Кроме того, важно соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию и дезинфекцию. В Наринмаре подвели итоги по выдвижению кандидатов на выборы в Госдуму Федерального собрания РФ 8-го созыва и муниципальные выборы на территории Ненецкого округа, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября. С докладом по федеральным итогам выдвижения кандидатов в Государственную думу выступил директор издательского дома НАО, член общественного регионального штаба по наблюдению за выборами Дмитрий Драничкин. В ситуации на 1 августа, то сейчас имеют возможность принять участие в выборах около 30 политических партий России. В данных на 1 августа участниками стали 26 партий. Это 85%, показатели очень хорошие. Также за круглым столом отметили, что сроки выдвижения регистрации кандидатов и политических партий у нас в стране завершены. В Ненецком одномандатном округе своих представителей выдвинули 6 политических партий. Список кандидатов следующий. Сергей Коткин – «Единая Россия», Олег Брискаленко – «Справедливая Россия за правду», Михаил Райн – КПРФ, Андрей Смученков – ЛДПР, Николай Миловский – «Коммунисты России», Дмитрий Никитин – Российская экологическая партия «Зеленая». 18 августа будет проведена жеребёвка для кандидатов по распределению бесплатного эфирного времени среди региональных СМИ. С 21 августа начинается агитационный период СМИ, который закончится в ночь с 16 на 17 сентября. Напомню, выборы на территории Ненецкого автономного округа пройдут 17, 18 и 19 сентября. Также в скором времени будет организовано досрочное голосование для труднодоступных и удалённых территорий региона. В следующем году семьи оленеводов в селе Несь отметят новоселье. Строительство семи домов каркасного типа начали этим летом в рамках пилотного инвестиционного проекта, рассчитанного на несколько лет. Всего подрядчик планирует возвести 40 индивидуальных домов, а также благоустроить прилегающую территорию. Таким образом, в селе на месте пустыря появится новый микрорайон. Александра Литкова расскажет подробнее. Вопрос обеспечения жильём оленеводов в селе Несь решался на протяжении нескольких лет. Вариантов было несколько. Один из них – покупка готовых домов. Но соответствующих необходимым требованиям в селе не так много. Удалось приобрести жильё только для одной семьи. Поэтому пошли по другому варианту. Рассмотрели вариант как инвестиционный проект. Конечно, очень долго искали инвестора, который, как говорится, на свой страх и риск будет вкладывать свои средства. Но, тем не менее, нам это удалось. Подрядчик потенциальный взял в аренду 40 земельных участков на территории муниципального образования. Перед этим мы провели небольшую подготовительную работу по осушению этого участка. И в этом году началось строительство первых семи домов. Площадь возводимого жилья индивидуальна. Всё зависит от количества человек в семье. Сейчас здесь строят четыре дома по 45 квадратных метров, два по 60 и один 90 квадратных метров. Дома строятся из быстровозводимых конструкций на винтовых сваях. Поэтому уже осенью будут готовы. Сначала сваи заворачивают. Потом делаем вот эти кладные снизу, брусья, два стола. Стены, панель, как вам сказать, пенопласт подойдёт с обрешёткой из жести. Такие дома были построены в посёлке Красное несколько лет назад и хорошо себя зарекомендовали. Всего на сегодняшний день в НИСИ ждут улучшения жилищных условий 25 семей оленеводов. В течение нескольких лет компания из Архангельска планирует возвести в НИСИ 40 каркасных домов. Таким образом в селе образуется новый микрорайон. Вот в перспективе мы планируем, что это будет выглядеть вот так. Это работа инвестора. Так он представляет будущий район для заселения оленеводов. Надеемся, что в следующем году наши первые счастливчики получат уже ключи от этих домов. После того, как дома перезимуют и пройдут все необходимые проверки, подрядчик проведёт работы по благоустройству территории. Планируется оборудовать подъездные пути к каждому дому, а также строительство детских и спортивных площадок. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Очередное рейдовое мероприятие провели сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. В этот раз природозащитники отправились на территорию третьего участка ООПТ Нижнепечорский. Цель поездки – соблюдение режима особо охраняемой природной территории, а также выявление правонарушений. «Было выявлено правонарушение, связанное с выловом рыбы. Мы выявили одно нарушение. К сожалению, лицо пока не установлено, но возбуждено административное расследование, будет проводиться соответствующая проверка. Нам удалось предотвратить ущерб, то есть выпущенную в естественную среду обитания более 10 единиц рыбы». Центр природопользования и охраны окружающей среды напоминает, что незаконный вылов водных биологических ресурсов наказывается в соответствии с административным, а в ряде случаев – уголовным кодексом. Департамент природных ресурсов экологии и агропромышленного комплекса Неницкого округа начал выдачу разрешения на охоту во время осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов. На осенне-зимний период охоты на территории Неницкого округа определены сроки на добычу охотничьих ресурсов. Подробную информацию вы видите сейчас на своих экранах. Со сроками также можно ознакомиться на странице Департамента природных ресурсов экологии АПК-НАО в социальной сети ВКонтакте или на портале государственных органов региона. Напомню, что для добычи глухаря, тетерева, росомахи и куницы нужно оплатить налоговый сбор за одну особь. Сумма установлена в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. Подать заявление на получение разрешения можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Неницкого округа, который вы видите на своем экране. Направить почтой в департамент по адресу город Наринмар, улица Лучейского, дом 36, индекс 166-00. Или опустить в ящик у входа в здание департамента в будние дни с 8.30 до 17.30. В населенных пунктах через глав администрации процедура были жалобы, что сложно получить. На самом деле сложности никаких нет. Просто через глав администрации эта услуга оказывается, все отработано. Мы даже направляем эти разрешения на добычу биоресурсов. Когда идет сезон охоты на гуся, заблаговременно включаем в рейсов. Передаем путевки. В ручном режиме отрабатываем, чтобы не допустить того, что человек по воле случайности стал браконьером. Форму заявления и реквизиты для уплаты государственной пошлины можно взять непосредственно в департаменте или скачать на официальном сайте в разделе «Информация для охотников». Готовые разрешения выдаются по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. И только при наличии охотничьего билета. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 2-38-65. В начале августа завершилась очередная экспедиция сотрудников Ненецкого заповедника на остров Матвеев. Защитники природы провели ежегодный мониторинг лещбищ Атлантического моржа. О том, как прошла экспедиция, расскажем далее. Экспедиция проходила с 15 июля по 2 августа. Сотрудники заповедника Ненецкий ввели ежедневный учет численности и следили за особенностями поведения животных. В ходе поездки научные работники наблюдали за жизнью моржей. «Сам мониторинг проходит сейчас следующим образом. Для учета численности каждодневно мы используем беспилотные летательные аппараты. Обычно это Фантом 4 или Мавик 2 Про, с помощью которых мы делаем картинку сверху на определенной высоте, чтобы все лежбище охватить, и потом считаем численность животных». Благодаря новейшим технологиям появление беспилотных летательных аппаратов намного упростило работу. Раньше процедура подсчета проходила по классической технологии. Исследователи вручную высчитывали поголовье, что было достаточно сложно. Помимо вычисления количества особей, сотрудники заповедника изучали возрастные категории моржей и их пол. «На нашем лежбисе сейчас, ну и как обычно всегда бывает в это время, в июле, в основном выходят самцы. Самки не выходят в этот период. Они находятся в других местах, нам пока не очень известны, но предположительно, что это все-таки район Аранских островов, это север, север новой земли». Помимо изучения моржей, была проделана колоссальная работа по исследованию места и условий их обитания. Как говорят ученые, этот год более благоприятный для выхода моржей на лежбище. «По сравнению с предыдущим годом, когда моржи вышли на побережье острова очень рано, 15 мая, потому что очень рано ушел лед, в этом году животные вышли в начале июня. И, соответственно, это для них средний показатель, что является нормой. И для них это хорошо. Они не потратили очень много энергии на то, чтобы плавать, поесть туда и обратно». Помимо мониторинга численности моржей, экспедиция в рамках совместной работы с Всемирным фондом природы занималась сбором информации для будущего проекта по детектированию и идентификации моржей. «Ты с нами в экспедиции, не всю часть этой экспедиции, а небольшой промежуток времени находился на острове один из сотрудников МФТИ Андрей Леус. Это тот человек, который будет нам помогать создавать, обучать нейронные сети, которые могли бы впоследствии на фотографиях определять моржей и в том числе определять моржей до особи». Проживая в старом маячном поселке на острове Матвеев на протяжении более двух недель участники экспедиции проделали колоссальную работу. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сочетание моды и национальных традиций, отойти технологий к дизайну модных этнических коллекций. А той, кто не побоялся кардинально сменить направление деятельности и достичь первых успехов в новом деле, расскажет Елизавета Кабанова. «В ненецкой мифологии ворон – священная птица и олицетворяет главного бога – Нума». Дефилирует модель в коллекции дизайнера из ненецкого округа Ольги Суховаровой. Ольга приехала в Наринмар около десяти лет назад, но, по её словам, культура ненцев её поразила настолько, что она решила стать этнодизайнером и продвигать ненецкие орнаменты не только за пределами округа, но и страны. Изначально всё начиналось как хобби, но постепенно айти-специалист поняла, что её душе ближе искусства. «Пришла я к этому всему постепенно, начиная с простых вещей, то есть это домашний текстиль, салфетки, полотенца. И чем больше я этим занималась, тем больше меня эта работа вовлекала и хотелось что-то более интересное, более красивое. И пришла к тому, что я хочу шить одежду, потому что я хочу сама на себе носить орнаменты ненецкие». На вопрос, почему именно ненецкая культура, Ольга отвечает просто. «Я до безумия люблю эту культуру. Она очень красивая, очень колоритная. И я хочу, чтобы как можно больше людей о ней узнали. Поэтому её коллекции всегда вдохновлены ненецкими мотивами и пейзажами тундры». «Идея самой коллекции, она возникла из такой картины у меня в голове парящего ворона над тундрой. То есть это тишина, размеренность, спокойствие. И за главным орнаментом я взяла след ворона». Отсюда и цветовая гамма – чёрные и белые цвета, а также строгие формы. Коллекцию «Путь ворона» она разрабатывала около полугода. Ольга представляла её на 12-м международном фестивале «Этноподиум на Байкале». Её лично пригласила Роза Халтуева, которая является президентом Евразийской ассоциации «Этномоды». Ольга вступила в неё осенью 2020 года. На фестивале она познакомилась со многими профессионалами в этой сфере и получила интересный опыт. «Вообще-то я всё не ожидала. И там всё было для меня новым, всё было необычным, потому что в первый раз всё было. Конечно, в первую очередь это сам процесс, то есть именно закадровый процесс. Когда я на это всё взглянула, было очень волнительно, была безумная суета. Я порой не понимала, что происходит, где мои модели, потому что модели, они участвовали не только в одном показе одного дизайнера, они постоянно менялись, менялись, менялись. И были моменты, когда у меня модели уже первые пошли, а последние ещё одеваются». Несмотря на то, что за кулисами стояла суматоха, модели вышли на подиум в полной готовности и помогли завоевать Ольге первое место. Но это не единственная её победа. Зимой в Ненецком округе проходила бизнес-премия, на которой руководитель мастерской «Нарей» завоевала первое место в категории «Лучший женский проект». И уже весной она представляла Ненецкий округ на всероссийском этапе премии. «Туда я, конечно, ехала вообще без претензий на победы, вообще без претензий на всё, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что там соберутся лучшие бизнесмены страны с не такими маленькими компаниями, как у меня, а такие серьёзные, солидные компании. И, естественно, то, что я вошла в тридцатку сильнейших бизнесменов страны и в тройку лучших в моей номинации – это женский проект. Конечно, для меня это очень значимая победа». Как поделилась Ольга, она и дальше планирует развиваться в этом направлении. В будущем ей хочется попробовать разработать сценическую одежду. А то, какой именно будет следующая коллекция, пока остаётся в секрете. Но она точно будет вдохновлена тундрой и её красочными мотивами. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.